Праздник Айрана – одно из самых масштабных событий, представляющий культурный и турецкий потенциал региона в СКФО и на мировой культурной арене. Программа этнофестиваля, собравшего около 5000 гостей из разных регионов страны, включала мастер-классы по изготовлению традиционного карачаевского Айрана, карачаевских и балкарских хачанов, отведать которые мог каждый желающий, плюс выставки, ярмарки, вязаных шерстяных изделий, киизов, платков, национальной одежды, кузнечных изделий, карачао-балкарских ножей. С самого начала проведения фестиваля активное участие в нем принимает фонд музея имени Кезима Мичиева из Кабардино-Балкарии. К празднику они готовятся основательно, подбирая как старинные народные изделия, так и приготовленные по народным рецептам блюда. Мы к этому празднику готовимся целый год. Я считаю, это очень важно, потому что студенты, которые с нами приехали, активисты, люди, которые нам помогают, они целый год говорят о том, что повезем на праздник Айрана, можно мы там выступим, а можно вот это. А вот в этом году мы решили национальную выставку сделать и работали днем и ночь, ровно месяц. Еще концертная программа наша. Я думаю, что нас ожидает очень такое что-то интересное, и все уедем очень довольны. Праздник Айрана на Медовых водопадах проводится с 2012 года. Его цель – познакомить гостей с многонациональной культурой нашей страны, сохранить национальные традиции, укрепить единство народов, проживающих на территории России. От имени главы Карачаво-Черкесии Рашида Тимрезова и регионального правительства гостей фестиваля поздравил депутат парламента Карачаво-Черкесской республики Хасан Кубиев. Такие праздники важны, особенно для того, что особенно ценно это для малых народов, для сохранения своих богатейших культур, для сохранения своих традиций. Мы очень гордимся напитком Айрана. Еще больше гордимся, что от Айрана долгие еще в те далекие годы произвели кефир, и по сей день великая наша страна и за его пределами им пользуется. Отрадно, что в этом году 10-й юбилейный фестиваль совпал со 100-летним юбилеем, который отмечает наша республика. Важно, что приезжая сюда, гости из других регионов знакомятся с нашей самобытной богатой культурой, традициями, людьми, которые здесь проживают. И, конечно, с природными красотами Карачаева-Черкесии. Очень прекрасный фестиваль, и особенно приятно, что он совпадает со столетием нашей республики. Карачаева-Черкесия, как вы знаете, в этом году отмечает свои 100 лет, и 10-й юбилей – это символично и приятно, что такое важное совпадение. Я желаю этому фестивалю, чтобы также они могли отметить свое столетие, 100-летний юбилей, и это очень важно не только для людей, которые проживают в Карачаевой-Черкесии, но и для тех гостей, которые приезжают к нам и знакомятся, трогают нашу культуру, самобытные традиции видят и воочию могут увидеть те красоты, которые у нас есть в нашей республике. А еще гости фестиваля могли познакомиться с особенностями Карачаева-Балкарского быта. На фестивале были представлены несколько музейных экспозиций и частных коллекций. Праздничную атмосферу поддерживали яркие концертные номера национальных коллективов Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Но самым ожидаемым мероприятием стала дегустация Ирана, который приготовили в 500-литровом чане по старинному народному рецепту. Дай Бог, чтобы это празднилось. Очень много лет. Всем здоровья. Праздникам Ирана. Бомбовский. Здорово. Очень удачно. И прямо вкус. Вкус жизни. Да. Восхитительный вкус и очень полезный. Спасибо. Очень вкусно. Нежный очень. Да, и очень вкусный. Он вкуснее, чем йогурт. Да, вкусный. Он вкуснее всего. Мне понравились печены, речка и водопады. Да. Лошадка. Еще котов увидел. Я попробовал Айран. Он был очень вкусный. Мария Амбаташева готовила оживительный напиток в течение двух дней по старинному рецепту, которым поделилась и с нами. Для тех, кто не знает кавказскую и в частности карачаво-балкарскую кухню, вряд ли будет понятно, почему в названии фестиваля есть слово Айран. Почему в названии мероприятия присутствует этот напиток? А ведь он является символом гостеприимства карачаво-балкарского народа. В первый день мы ее заквасили, так как он должен был остудить, мы должны были этот Айран. Если бы мы в первый же день его открыли, он бы не получился таким густым и вкусным. И вот на второй день он у нас получился такой прекрасный вкусный Айран. Напиток наш, национальный напиток. По уже сложившейся традиции на фестивале состоялись различные народные забавы и конкурсы. А также был презентован ежегодный информационно-аналитический альманах «Карачаев Хорс», рассказывающий о лошадях карачаевской породы. Десять лет назад, попробовав организовать фестиваль карачао-балкарской кухни на медовых водопадах, организаторы учли, что Айран – это национальный кисломолочный напиток и решили популяризировать его. Есть башкирский мед на первом месте, потом идёт тульский пряник, адыгейский сыр. Ну, есть ряд этих. И я считаю, что сейчас кефир и Айран может пятёрку по России, как гастронийский бренд, выйти и решили популяризировать. Посетители фестиваля смогли не только узнать рецепт Айрана, но и отведать напиток, а также другие блюда карачаево-балкарской кухни. Впрочем, сами они считают, что этот праздник нужен не столько для демонстрации искусства приготовления вкуснейших блюд, сколько для сохранения народных традиций. Осет Мамаева, Ивар Барануков, Архиз-24.